Тем временем вместе с приходом тепла в Иркутской области начался сезон активности клещей. Так в Прибайкале к врачам за помощью после укусов паразитов обратились уже почти 200 человек. Однако специалисты пока даже не думают бить тревогу. Почему разбирался Даниил Седов. Они проснулись, они повсюду. Клещи в Иркутской области активизировались даже невзирая на холодный и очень снежный апрель. Люди все чаще сталкиваются с паразитами и торопятся отнести их на обследование. С начала мая к медикам на прием приходят по 50-70 человек в день. Цифра, к слову, относительно невысокая. Например, в прошлом году пациентов было в несколько раз больше. Обращение зависит непосредственно от того, насколько люди бывают на природе. А это, конечно, привязано к погоде. Поэтому, учитывая холодный апрель, в общем-то, холодные праздники майские, количество обращений в этом году заметно меньше, чем все предыдущие годы. Если количество укушенных может варьироваться, то вот места встречи с паразитами всегда остаются прежними. Клещи цепляются за одежду наших земляков в городских парковых зонах, в лесу и на дачных участках. Всего же в Иркутской области с начала апреля по поводу укусов клещей к медикам обратилось 197 человек. 66 из них – дети. Опять же, эти цифры заметно ниже прошлогодней статистики. Ведь к маю 2022-го через медицинские кабинеты прошло около 500 наших земляков. С начала сезона также исследовано 126 клещей, лабораторно проведены исследования. Из них в 19 случаях выявлен баррелиоз, в трех случаях – клещевой энцефалит. На сегодняшний день не зарегистрировано граждан, у которых были установлены клещевые инфекции. К слову, холодная и снежная весна повлияла не только на количество укусов. В Иркутске раз за разом откладывали санитарные обработки зон отдыха. Однако сегодня специалисты, наконец, вышли в парки и скверы города. В ближайшее время они распылят средства от паразитов на общей площади более 800 гектаров. Для снижения популяции клещей было принято решение дважды их обработать. Условия соблюдены, то есть у нас три дня сухой погоды до и после обработки должно быть. И я надеюсь, что на этой неделе мы все-таки сможем до конца завершить обработку. Всего же по Иркутской области планируется обработать более 1700 гектаров зеленых зон и мест отдыха. Но это не значит, что риск столкнуться с клещами нулевой. Никогда не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасности. Поэтому перед прогулкой продумайте свой гардероб, наденьте плотную обувь и одежду, используйте специальные спреи. Ну а сразу после похода или пикника смотрите внимательно себя и того, кто был рядом. Данил Седов, Андрей Назаров. Новости по будням.